Не хотел ничего больше говорить на эту тему, но не выдержал. Последние новости заставляют меня все-таки высказаться на тему о том, как автомат Калашникова был когда-то украден у немецкого изобретателя Хуга Шмайзера. В общем-то, это многим известная история, но те, кто до сих пор об этом не знали, советую посмотреть этот ролик и немножко стать более информированными в этом вопросе. Смотрите, как интересно устроена жизнь. Проходят годы и правду все равно не утаишь. При создании своего уродливого памятника Калашникову каким-то образом этот скульптор умудрился выставить туда чертеж автоматической винтовки, что ужасно оскорбило российских граждан. Как же так? Неужели наше детище, гордость нашей советской и русской истории могла иметь какое-то отношение к немецкой автоматической винтовке? Не может быть, нужно срочно изъять эту часть памятника? Правда, в любом своем виде очень сильно мешает всем этим лживым людям их истории и их лживой стране. Давайте же разбираться, что же было на самом деле. Особо упоротым ватникам я сразу скажу, что автомат Калашникова, или как его называют Калаш, ваша личная гордость, так как вы гордитесь вообще всеми ворованными вещами. Во всем же остальном мире никто никогда не сомневался ни сразу после войны, ни теперь, кому принадлежит это изобретение. В августе 1945 года, после окончания войны, когда Германия была поделена на оккупированной территории, нынешней территории ГДР, был захвачен в плен немецких оружейных дел мастер Хуго Шмайзер, который является потомком оружейной династии в четвертом поколении. Он вместе со своим конструкторским бюро, а также с их семьями, в принудительном порядке был выслан в Советский Союз и помещен в город Ижевск, центр военной индустрии тогдашнего Советского Союза. Их поместили всех в одном трехэтажном здании, которое беспрерывно охранялось КГБ. Покидать не то что город, но даже здание какое-то время было запрещено. Все члены семей немцев, попавших тогда в плен, находились в заложниках у чекистов. Кроме самого мастера и его конструкторского бюро, было вывезено 50 штук автоматической винтовки, созданной Хуго Шмайзером СТГ-44 или как ее называли по-русски МП-44. СТГ – это аббревиатура от слова «штурмовое оружие 44-го года». Оно было изобретено в 42-м и в 43-м годах, а в 44-м уже было на вооружении немецкой армии. Кроме большого количества вывезенных автоматов, зафиксирован такой факт, что одновременно на территории Советского Союза оказалось 10 785 листов технических чертежей военной техники и военной литературы на немецком языке. Итак, огнестрельных дел мастер Хуго Шмайзер оказался в плену в городе Ижевске. Часто говорят, почему же, если именно он изобрел этот автомат, никто больше этого не оспаривал. Дело в том, что некому было больше это оспаривать. Хуго Шмайзер заболел раком легких, там же в Советском Союзе, и неоднократно просил отправить его в Германию, потому что у него не так много лет осталось для жизни. Советские чекисты держали Хуго Шмайзера до самого конца. Только в 1952 году уже действительно смертельно больной, очень слабый и похудевший человек был отправлен в ГДР. Еще в Советском Союзе мастер всячески отказывался от нужной операции и только в 1953 году согласился на операцию, но было уже поздно. Мастер не пережил операцию, и в сентябре 1953 года этот человек умер. Блестящий конструктор, талантливый инженер, по воспоминаниям его коллег, очень способный математик. И вот этот человек в четвертом поколении оружейных дел мастер работал, так сказать, подмастерьем у 27-летнего колхозника Михаила Калашникова с семью классами образования, который вдруг ни с того ни с сего изобрел прекрасный автомат. Правда, одна маленькая деталь. Он абсолютный близнец, СТГ-44. Всем известно, что Миша Калашников, 27 лет, танкист, раненый, конечно, участник Великой Отечественной войны, больше всего любил заниматься партийными делами. Он был секретарем комсомольской организации, большой болтун, балагур, любитель выпить. Собственно говоря, он пытался что-либо изобретать, но все его изобретения не то что не дотягивали до автомата, который он якобы создал, но и даже не принимались всерьез. Странная и дата изобретения АК-47 года. Не до войны, не во время войны, даже не 10 или 20 лет после войны, а в 47-м году. Как-то очень это все совпадает, понимаете? В 44-м году вывезли немецкие автоматы, а в 47-м уже появилась вот она конфетка АК-47. Достаточно даже посмотреть на лица этих двух людей и просто задать себе вопрос, какова вероятность, что 27-летний колхозник Михаил Калашников с семью классами образования, который работал в непосредственной близости с 63-летним прославленным немецким конструктором, оружейным делмастером в четвертом поколении. Вероятность того, что этот автомат создал именно в этом 47-м году Миша Калашников, очень близко равна нулю. Вероятность того, что все это было создано этим самым конструкторским бюро, которое под дурами автоматов работало для того, чтобы спасти свои семьи, очень близко приближается к 100. Что интересно, после того, когда мастер заболел и уехал умирать в свою страну, Миша Калашников ничего даже подобного в своей жизни не изобрел. Все, что он делал, это ходил, раздавал интервью, подписывал всякие интересные прошения, дослужился, да бог его знает, генералов, так и всегда оставаясь тем самым лапотником, которым он и был с самого начала. Миф Калашникова – это такой же раздутый миф, как миф о Стаханове, миф об Александре Матросове, Зое Космодемьянской и тому подобное. Нужен был такой простой русский парень и человек, на которого можно будет равняться всем советским гражданам, но якобы не совсем мы последнее дерьмо, вот рождаются и у нас знаменитые самородки. Кстати, пистолет Макарова, удивительным образом похожий на немецкий Вальтер ППК, также был изобретен в 1948 году. Вот все как-то после, да после войны, черт побери, никак не в середине войны или не до нее, а только тогда, когда трофейное оружие было захвачено. Проходит время, люди ставят памятники своим идолам, и вдруг на памятнике выявляется, как под скрытыми чернилами, настоящая правда. И она колет глаза, и она не дает жить. И тут же, через несколько дней, находятся активисты, которые орут во все свое луженое горло. Уберите это! Это колет нам глаза! Не надо нам рассказывать, какие мы! Мы и так знаем, но лучше мы промолчим. Уберите это! Ну, любой зарубежный специалист по истории стрелкового оружия, когда ему называют фамилию Михаила Калашникова, как вот автора оригинального автомата, ну, это вызывает у них такую добродушную улыбку. Потому что они, в общем-то, знают такой вид оружия, как штурмовую винтовку германскую, 44-го года, выпущенную конструкторским бюро Хукашмайсера. И там, в общем, сходство чрезвычайно велико. А то сходство, которое отличается, собственно, там калибр отличается. У немцев 7,92, а у нас 7,62 под разный калибр. Но для того, чтобы сделать эту модернизацию, опять-таки, Александр Валерьевич, думаю, не даст соврать, надо обладать, ну, все-таки, высшим техническим образованием и знать такие предметы, как высшая математика и сопромат. Но, как известно, Калашников, в общем-то, высшим образованием не обладал. И нет никаких данных, что он этими дисциплинами владел в объеме, соответственно, института. Так что, вот рассчитать все это он не мог. А с другой стороны, конструкторское бюро Хукашмайсера с 1946 по 1952 год, оно работало у нас в городе Ижевске. Вот. Как-то я сомневаюсь, что конструирование автомата, который был фактически модернизацией их изделия, прошло без их участия. Мне это очень трудно в это поверить. Но, опять-таки, ну, конечно, все в жизни бывает. Но тогда опубликуйте, по крайней мере, документы, связанные с разработкой первых образцов Калашникова. Какой там личный вклад Михаила Калашникова. Это было бы все интересно. Но я говорю, что специалисты, в общем, на Западе, они не сомневаются, что тут роли Калашникова нету. Но я, скажем, тоже в этом отношении весьма скептически настроен. Это просто такой самородок, ну, которого сделали, мне кажется, символом. Вот как бы приписали ему этот автомат. Тем более, что нельзя было говорить, что это иностранное заимствование, по сути дела. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!